Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня депутат Псковского областного собрания партии «Яблоко» и член Федерального политического комитета партии «Яблоко» политик Лев Шлозберг. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Поклон Риге и всей Латвии. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы тоже можете задавать вопросы нашему гостю. Также это можно делать по WhatsApp 230-6191. Если вы звоните из-за рубежа, код плюс 371. Лев Маркович, мы в рамках нашей программы поговорим, конечно, об актуальных политических темах и о том, что волнует общество. Но вот вначале хотела бы спросить, каким вы запомнили период с 2014 по 2016 год? Каким он для вас был? С 2014 по 2016? Да. А почему именно эти два года? Можно отвечу вопросом на вопрос. Ну, как мне кажется, это значимые два года в вашей жизни, но, может быть, это не так. Я хотела бы узнать у вас. Ну, каждый год в жизни человека значим. Для всех людей в России 2014 год – это год большого перелома. Это переход страны в так называемое посткрымское состояние. Когда общество получило сильнейший политический удар, который поначалу многими людьми воспринимался как возвращение величия страны, а сейчас постепенно тоже многими людьми, но уже не так быстро воспринимается как очень серьезный стратегический удар по России. Поэтому 2014 год и в нашей общей истории, и в личной политической истории не закончился. В 2016 году ничего точно не завершилось. Много началось в 2014, и это все еще продолжается. Ваше имя громко прозвучало в 2014 году после публикации сведений о гибели при невыясненных обстоятельствах военнослужащих. Спустя время вас лишили полномочий депутата. Могли бы вы рассказать, по какой причине это произошло? Если говорить о наших статьях, Псков это маленький военный город. Все, что происходит с военнослужащими, которые служат в Пскове, и с десантниками, и с спецназом, это открытая для города информация. Все знают, кто куда, когда поехал, полетел, кто где участвует. Весь Псков, это 210 тысяч жителей, и это, по большому счету, одно сообщество. Поэтому еще с весны мы получали информацию о реальном военном участии наших подразделений в боевых действиях на территории Украины. То есть сначала они участвовали в так называемом обеспечении референдума в Крыму, а затем, когда отношения двух стран перешли в тяжелую военную стадию, они участвовали, начиная с мая, в прямых боевых действиях на территории Украины. О первых погибших было известно еще летом, но эта информация, хотя она была опубликована в СМИ, она не привлекла большого внимания, поскольку, к сожалению, наша страна привыкла к тому, что солдаты постоянно гибнут, и, извините, гибнут неизвестно где, везде. Везде, где есть так называемые внешнеполитические интересы России. Но когда в августе военная операция в Донбассе пришла в масштабную стадию, когда фактически началось вторжение на Донбасс, псковские воинские подразделения, в первую очередь дивизия, в этих боевых действиях принимали весомое участие. И уже 20-го, 21-го, даже 19-го, 20-го, 21-го августа были большие потери, о которых стало известно в Пскове. Мы узнали об этом от родных и друзей, то есть это не была какая-то специальная информация. Люди искали, как, через кого сообщить обществу, что происходит трагедия. В их семьях это личная трагедия, а с точки зрения отношений двух стран это межгосударственная трагедия, начало войны России против Украины. И мы оказались тем СМИ, кто первое сообщило о гибели людей и сообщило об их тайных, совершенно тайных, государственной тайной похоронах. Эта информация оказалась, ну скажем так, мировой новостью, которая сделала на некоторое время, на несколько недель, Псковскую губернию одним из ведущих мировых СМИ. Так случилось. Мы об этом сообщили. Реакция военного и политического эстепджмента была крайне жесткой. На всех журналистов, всех российских СМИ, кто тогда работал в Пскове, были совершены разного рода нападения. За ними охотились, в них отнимали технику. В том числе охотились на одном из кладбищ, куда они приехали, чтобы зафиксировать похороны, уже состоявшиеся похороны военнослужащих. И я тоже был одним из тех людей, на кого напали. Это случилось 29 августа вечером. Затем широкая информация о гибели российских военнослужащих постепенно привела к тому, что армию информационно закрыли. То есть, с самими военнослужащими, с их семьями проводилась специальная весьма жесткая работа о недопустимости выхода в свет какой бы то ни было информации. И в итоге изменился сам подход к формированию воинских подразделений в Украине. Если поначалу весной, летом и в начале осени 2014 года это были, собственно, специально созданные воинские подразделения Министерства обороны. Конечно, о факте участия которых тогда ничего не говорилось. Но затем Путин признал, что это было открыто, в живом эфире подтвердил, что это были военнослужащие, а не случайно найденные где-то люди. Но в целом, с осени 2014 года главной тактикой стало направление туда людей, формально подавших в отставку, ушедших с должности, перевавших свой контракт с Министерством обороны. Это поставило этих людей в жесточайшие риски. В случае гибели, ранения они не получали уже никаких совершенно пособий. Их семьи, если человек погибал, их родные, если человек оказывался жив и нужно было тратить деньги на его восстановление. В общем, ситуация тактика изменилась. Через год политические противники воспользовались ситуацией с моим участием в судебном процессе, в защиту некоммерческой организации, где я около 15 лет, даже, по-моему, больше, около 20 лет был руководителем и учредителем. Я эту организацию защищал в судебном процессе, который она же инициировала против Министерства юстиции и прокуратуры, которые эту организацию внесли в список иностранных агентов и намеревались фактически парализовать ее деятельность. Что в итоге им удалось, организация ликвидирована. Но участие в этом процессе действующего депутата, работающего в собрании, то есть занимающего государственную должность, судом, самим Псковским судом, сначала была признана законной, что я являюсь законным представителем, могу участвовать в процессе на уровне городского суда. А в областном суде другие судьи признали это участие незаконным, что создало формальные основания для лишения меня статуса депутата. Вопрос был, строго говоря, не в самом статусе, но учитывая, что работая в составе собрания, я занимаю государственную должность, они сочли это несовместимым с госдолжностью. Отставка с госдолжности не рассматривалась, рассматривалось лишение полномочий депутата. Это состоялось в сентябре 2015 года и тоже действительно вызвало реакцию общества. Все понимали, почему и за что произошло. Но, собственно говоря, представители правящей партии на той весьма памятной 45-й сессии не скрывали политических причин, по которым принимается это решение. Дальше, по большому счету, в политике не изменилось ничего. Я продолжил работу в политике, а осенью, тоже в сентябре 2016 года, то есть спустя менее 12 месяцев после лишения статуса, я вернулся в собрание, поскольку наша команда снова провела успешную избирательную кампанию, я снова стал депутатом областного собрания и являюсь им на сегодняшний день. Вот такая история. Сказать, что от этого отталкивается вся моя нынешняя деятельность, я не могу, но это большая часть жизни, она состоялась. Это было во многом испытание, потому что такое было впервые, но я считаю, что наша команда, наша семья и я прошли это испытание удовлетворительно. Ну, тем не менее, вы не жалеете, вернее, нет, я так сформулирую вопрос, у вас не было сомнений, публиковать или нет эту информацию, понимая, какие последствия могут быть? Никаких сомнений не было, мы увидели, что разворачивается огромная трагедия, мы понимали ее возможный масштаб, когда информация о гибели подтвердилась, а речь шла о гибели единомоментной фактически в течение буквально часа, или, может быть, двух часов, около ста человек, это сопоставимо с масштабом потерь дивизии в 2000 году, в конце февраля, в начале марта, когда в Чечне около Аргуна 6-я рота 104-го полка 76-й дивизии попала в засаду чеченских боевиков, и 84 военнослужащих погибли. Я сам писал об этой трагедии, я проводил журналистское расследование 10 лет спустя в 2010 году по просьбе самих военнослужащих, ветеранов, которых категорически не устраивала та официальная версия гибели 6-й роты. И вот спустя 14 лет потерять за один день даже большее число военнослужащих, и ничего об этом не сказать, в отличие от 2010 года, когда вся страна знала об этой гибели, об этих похоронах и об этом событии, это было невозможно, мы понимали, что мы знаем правду, и нужно об этом сказать. Какие могут быть последствия, это правда, мы детально не обсуждали, мы понимали, что эта ситуация рискованная, но в данной ситуации мы видели перед собой то, о чем нужно было сказать. Это не было никаким специально намеренным действием, поступком, героизмом. Это газета, это СМИ, мы журналисты, мы сделали свою работу. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, и также пишите в WhatsApp 230-6191. Вы недавно выступили с тремя законопроектами о наказаниях для представителей власти за неуважение гражданам. Это, как я понимаю, законопроекты были ответом на принятый закон об оскорблении власти в интернете и СМИ, который недавно был принят в России. Какую, на ваш взгляд, опасность для общества несет этот закон на оскорбление власти в интернете и СМИ, если говорить сейчас не о штрафах, конечно, а в более широком смысле? Спасибо за вопрос. Он очень актуален для нашей страны. С принятием так называемых законопроектов о неуважении к власти российское законодательство пока что в административное, пока что в законодательство об административных правонарушениях, но, как говорится, лиха беда начала, внесен очень опасный правовой термин – явное неуважение. В законодательстве подробно расписано, что такое оскорбление, что такое клевета, что такое сведения, порочащие честь и достоинство гражданина либо юридического лица. Это все прописано по этому поводу колоссальная судебная практика, решение российских судов, европейских судов, и совершенно понятно, о чем идет речь. Термин – явное публичное неуважение, то есть некая оценка мнения, выраженная в резкой, якобы неприличной форме, это крайне размытая категория, она опасна. Это так называемая правовая неопределенность, вообще в цивилизованном законодательстве правовая неопределенность является признаком коррупциогенности законодательства, то есть возможности злоупотребления правом. А злоупотребление правом – это одна из самых опасных вещей, которая может происходить. И когда мы увидели эти законопроекты, я их скачал с сайта Государственной Думы еще до их принятия, я был сильно впечатлен, как член законодательного органа, фантастической, в моем понимании, масштабной юридической халтурой. То есть оба законопроекта и о фейковых новостях, и о неуважении к власти занимают фактически одну страницу. Если убрать введение технических заголовок и подпись, пояснительная записка к ним занимает полторы страницы, и написано и то, и другое безобразным русским языком, то есть там буквально противоречие в депричастных оборотах. Если внимательно прочитать закон о неуважении к власти, то по смыслу этого закона за неуважение к власти ничего не будет, а за уважение к власти будут наказывать. Вот на таком чудовищном русском языке написаны законопроекты, так называемые сенаторы Клишеса, который, конечно же, их не писал, а только поставил свою подпись, будучи подчиненным лицом в этой системе. И появилась идея вернуть вот это правовое понятие явное неуважение и развернуть это жерло, а это действительно жерло, против властей, показать им, что эта пушка может стрелять в любую сторону, и это может коснуться всех, буквально всех. Опасность этого законопроекта заключается в возможности его неограниченного применения практически в любой ситуации. Жертвами этого законопроекта могут стать миллионы людей, буквально миллионы людей. И главная задача этого законопроекта заключается всего в одной вещи, это запугать людей, заставить их замолчать. Власть не может работать с критикой конструктивно. Власть совершенно не понимает, как вести диалог с обществом. Ах, вы нас не уважаете? Ну мы вам покажем. Будете вы нас не уважать. Заставим мы вас уважать. Это глупо. Это в первую очередь глупо, потому что это никоим образом не смечит отношения общества и власти, и не приблизит, никак не создаст условия для уважения, но это опасно для людей. И делая зеркальные законопроекты, а мы сделали очень объемный законопроект на 10 листов, там суть предложения заключается в том, чтобы ввести в кодекс об административных правонарушениях отдельную статью 570 за различные виды высказываний в публичном пространстве с явным неуважением в отношении установленных и гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина. То есть мы прямо показали в этом законопроекте, что предметом атаки являются права и свободы граждан, и таким образом наш законопроект это не просто зеркало законопроекта о неуважении к власти, это закон в защиту конституционного строя. То есть мы вот таким образом подали, это оказалось для властей большой неожиданностью, и понятно, что судьба этих законопроектов юридическая, это их отклонение, что и произошло на майской сессии Псковского областного собрания депутатов, но мы сейчас все три законопроекта дорабатываем, я думаю, что до конца июня, я надеюсь, появятся модернизированные версии этих законопроектов, мы представим их депутатам всех законодательных собраний России и как минимум двум сенаторам, членам Совета Федерации, попросим их воспользоваться своим правом законодательной инициативы и внести эти законопроекты в Госдуму. То есть наше намерение не оставлять эту тему связано с тем, что постоянное напоминание об ответной, неизбежной ответственности властей за такого рода правовые действия поможет защитить конкретных людей. То есть мы хотим парализовать закон о неуважении к власти, добиться его фактического неприменения, хотя первые прецеденты уже были, и что очень показательно, очень показательно, все это прецеденты защиты Путина. Он подписал эти законы 18 марта в очень памятный день, день присоединения Крыма, день президентских выборов 18 года, и вот такая символическая игра с датами показывает, что это не случайный законопроект, поэтому борьба с этим законом продолжается. Лично я считаю, что оптимальный вариант это отмена, просто отмена этих законопроектов, тогда не потребуются ответные действия, чтобы сбалансировать ответственность рядовых граждан и публичных лиц. Но власть не намерена отменять свой законопроект, и мы в этой ситуации безусловно будем оказывать общественное политическое давление на власти с тем, чтобы они видели ответный шаг. Вот такая у нас ситуация, эта борьба будет продолжаться. Ну что касается свободы слова, вы сказали, что успех вдохновляет, но он не должен останавливать, комментируя историю с журналистом Иваном Голуновым. Вот насколько, на ваш взгляд, эта история, ее завершение, если так можно сказать, может стать определяющим для нынешней российской власти? История Ивана Голунова – это одно из, на мой взгляд, одно из поворотных событий современной российской истории. Так оно войдет в историю, я в этом убежден. Большое видится на расстоянии, как писал Сергей Есенин, и пройдет время с тем, чтобы этот эпизод был официально обозначен в истории как судьбоносный, произошло несколько вещей. Во-первых, произошел абсолютно криминальный заказ на журналиста. Я говорил это неоднократно и повторю сейчас. Я уверен, что Ивана Голунова хотели убить. Арестовав его в СИЗО, понимая, что он занимался бизнесом высокопоставленных чинов ФСБ, идет речь даже не о каком-то региональном управлении ФСБ, это управление ФСБ по Москве и Московской области. Это первое по политической значимости управление ФСБ после центрального аппарата ФСБ на Лубянке. Это совсем не шутки. И эти люди занимались крышеванием похоронного бизнеса в Москве. Сумма оборота не может быть посчитана, потому что это теневой, абсолютно теневой криминальный бизнес. Мы понимаем, что речь идет о десятках, скорее всего, в масштабах Москвы и Московской области, возможно, о сотнях миллиардов рублей. То есть это колоссальные деньги, просто колоссальные деньги. И вмешательство в этот бизнес смертельно опасно. Если бы Голунов был закрыт в СИЗО, то его могли убить. Усилия общества были в первую очередь связаны с его защитой, именно защитой конкретного человека. Ситуация правозащитного движения, общественного, гражданского движения такова, что защищать всегда нужно конкретного человека. Блестяще повела себя редакция Медузова, главе с Галиной Тимченко. Они смогли сплотить все российское журналистское сообщество. Вот я один из тех журналистов, кого включили в небольшой на 170 человек чат, где российские журналисты обсуждали действия защиты Голунова. Я был абсолютно впечатлен качеством координации и управления. Вот на наших глазах в этом чате появлялись первые полосы коммерсанта, ведомостей и РБК защиты Ивана Голунова. Кроме того, я уверен, что федеральные власти очень быстро получили информацию о том, что публикация Голунова, еще не вышедшая в свет, кстати, ее ожидают примерно через месяц, содержит достоверную информацию, что наркотики были подкинуты. И было совершенно понятно, что если процесс дойдет до суда, то в живом эфире сотен, а возможно тысяч СМИ будет показана система мафиозной власти, которая крышует СФСБ. Допустить такого сценария власти не были готовы, да еще и накануне прямой линии Путина. И в итоге было принято очень быстрое решение отреагировать на общественный протест. Но при этом общественный протест был очень мощным, очень квалифицированным, скоординированным. И добились не просто признания человека условно виновным, как обычно бывает в России, если есть условное наказание, условно-досрочное освобождение, как это произошло с Аюбом Титеевым. Все понимают, что человек невиновен, но формальная судимость остается. А здесь полное оправдание. И как написала полиция в своих документах и подтвердил Колокольцев, министр внутренних дел, непричастность к совершению преступления. Поэтому это очень большой успех. Власть попыталась переломить общественную ситуацию. И 12 июня в Москве был устроен настоящий погром на стихийной несанкционированной акции марша в поддержку Голунова. И власть проиграла еще раз, потому что вся страна, неважно, что было видно из других столиц, но вся страна увидела реальное лицо власти. Это было еще одно поражение, которое, на мой взгляд, и события 11 июня с освобождением Голунова и его полным оправданием, и 12 июня вот это месиво в Москве, показало, что власть слаба, боится, паникует, и это приблизит ее политический крах. Поэтому события исключительно важны, и жизнь покажет, как они устоятся в истории. Можно ли говорить о том, что это возрождение или рождение гражданского общества в России, вот эта история? Гражданское общество всегда живо, но не всегда сильно. Поэтому это просто очень яркий случай, когда гражданское общество действовало быстро, профессионально и успешно. В этом смысле это история успеха, это в чистом виде история успеха, которая воодушевит многих людей, и уже сейчас воодушевила. В частности, мы слышали, возможно, буквально в минувшую субботу, митрополит Екатеринбургский Кирилл официально появил, подтвердил, что РПЦ не претендует больше на строительство храма в месте городского сфера в центре Екатеринбурга. Я был на минувшей неделе, буквально в четверг в Екатеринбурге, я видел этот сквер, я его прошел весь, это 5 минут. 5 минут, и вы проходите весь сквер. Но вот люди встали за это общественное пространство, и, казалось, уже принятое решение, просто неисполненное, было отменено, потому что никто оказался не готов к таким потерям. Власть испугалась протеста людей. Мы увидели организованный, сделанный очень ответственно и мощный гражданский протест, он власти пугает, власти отступают. К такому протесту власти не готовы. На ваш взгляд, будут ли какие-то ответные шаги со стороны власти, учитывая, что, как вы сказали, власть испугалась, как мы знаем, власть не любит, когда ее пугают. В любой стране, даже в демократической. Да, будут. Но просто в цивилизованных странах, где есть демократические институты, испугавшаяся власть пытается восстановить диалог, перетянуть одеяло на себя, добиться влияния, компенсировать поражение на одном фронте победами на другом фронте. То есть, так или иначе, идет диалог с обществом. В России диалог с обществом отсутствует, поэтому, на мой взгляд, власти будут пытаться найти такую формулу отношений с обществом, когда давление будет усиливаться, но при этом они будут избегать явных скандалов. Технически применимого варианта я на самом деле не вижу. Это решение тупиковое, оно неисполнимо. Ветер истории подул в другую сторону. Вот то, что они еще не поняли, или, может быть, поняли, но отказываются это признать. Ветер истории подул в другую сторону. Об этом мы поговорим после небольшой паузы, нам нужно прерваться на несколько минут, затем мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев и на прямой связи по скайпу. С нами Лев Шлозберг, член Федерального политического комитета партии «Яблоко» и депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» и «Политик». Мы сейчас зачитаем вопрос, который нам прислал Александр в фейсбуке, адресованный вам. Лев Маркович, спрашивает он, таможенники Шумилкина нашли у выезжающего в Россию водителя электрошокер и пошутили, что он боится премию Шлозберга получить. И всем коллективам смеялись над этой шуткой, а я не понял, вернее, надеюсь, что не понял. Это какой-то псковский мем? Я не сталкивался с этим мемом. Я думаю, что это эхо истории 2014 года, когда обсуждалось, широко обсуждалось в обществе нападение. На меня точно могу сказать, что электрошокеры в этом нападении не участвовали. Скажем так, нападавшие лица, которые до сих пор не установлены следствием, полиция оказалась бессильна, их установить кроме своих кулаков и ботинок не использовали ничего. Шокеров при них не было. Как вы относитесь к такому юмору, который, видимо, все-таки появляется, учитывая, что история, слава богу, не трагичная, но как минимум драматическая, потому что было избиение, нанесение физических увечий и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, когда об этом начинают шутить, какая у вас реакция? Это попытка людей отреагировать на заведомо неприятные трагические события, попытка их как-то пережить самим со стороны. Потому что на моем месте мог быть каждый, кто пошел бы моей дорогой. Я не вижу в этом какого-то специального зла, я вижу в этом попытку этих людей для своего восприятия установить картину мира. Что они об этом думают на самом деле, без публичных шуток, мы не знаем, но я не думаю, что они в восторге от происходящих событий. Чем ближе люди к силовой структуре, тем больше вероятность, что их может очень серьезно задеть в случае каких-то сложностей и в ситуациях, когда вдруг они не вписались в систему, либо какое-то действие системы направлено против них, нужно совершить нечто, что может ущемить этих людей. Я думаю, что им хорошо известно, что может происходить с теми, кто идет против системы. Они так шутят не столько про меня, сколько про себя. Юмор в советское время был одним из инструментов честного диалога между обществом, в обществе, скажем так. Сегодня в России юмор является вот этим связующим звеном, как вы считаете? Юмор это всегда средство коммуникации, несомненно, это реакция общества, которая показывает его силу. В советское время символом этого юмора, его главным проявлением были анекдоты, притом именно политические анекдоты, их было очень много. До сих пор ходят слухи о том, что эти анекдоты придумывали западные разведки, внедряли в Советский Союз. Я предполагаю, что абсолютно большинство этих анекдотов имели российское происхождение, это был чисто русский юмор. Таким образом, народ реагировал на гнет власти и противостоял. Это был способ духовного и культурного противостояния диктату властей. Это был очень эффективный способ, потому что он позволял людям сохранить личное достоинство. То, над чем ты смеешься, перестает быть страшным. Сейчас ситуация всепроникающего юмора в социальной сети, которых не было во времена Советского Союза, переполнена разного рода шутками. Собственно говоря, на мой взгляд, юмор уничтожить невозможно ни при каком режиме. Я не знаю, что с юмором в Северной Корее, просто потому что у нас отсутствует информация об этом юмора, и я думаю, что там юмор может совсем дорого стоить. Он и в советское время мог дорого стоить, если рассказывали неподходящий анекдот в неподходящем месте. Но, как мне кажется, сейчас в нашей стране угроз юмору нет точно. С помощью юмора мы спасаемся от попыток власти представить себя исключительно значимой, а общество совершенно неважно. С помощью юмора общество все ставит на свои места. Власть оказывается там, где она. К несчастью для нас находится, а общество показывает свою силу. Еще у нас вопрос есть от Андрея. Он задал его в Фейсбуке. Не кажется ли вам, Лев Маркович, что уважаемый Григорий Явлинский является сейчас скорее грузом, чем локомотивом партии? Готов ли он выходить на федеральный уровень? Перед выборами в Госдуму многие ждали. Готов ли он выходить на федеральный уровень, это я, речь обо мне. Он это в третьем лице. Понятно. А вы знаете, ошибка, большая ошибка восприятия политики со стороны, что на каждом этапе каждый очередной политик должен сбрасывать предшественника с корабля современности, пользуясь знаменитым образом Маяковского. Помните, Владимир Владимирович собирался Александр Сергеевич и Пушкина сбросить с корабля современности, будучи футуристом, гуляя в желтой кофте и будучи автором, скажем так, водопроводных стихов. А вы Ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб, писал Маяковский. Да, и в это время он планировал сбросить Пушкина с корабля современности. Прошло время, Маяковский переоценил культурное наследие и уже никого не собирался сбрасывать с корабля современности, потому что контекст культуры это контекст преемственности в большей степени, чем контекст уничтожения предшествующего. Политика в этом смысле очень похожа на культуру, никого никуда не нужно сбрасывать. Есть выдающийся политик Явлинский, крупнейший интеллектуал в российской современной политике, равных им и нет. Это опытный политик, политик, знающий тысячи людей лично. В российской элите это очень важно. Политика с большой и долгой биографией. Безусловно, мы все не вечны, и мы не можем быть сильными всегда. Но задача политики, в том числе задача партии заключается в том, чтобы все нашли свое место в команде. То есть, когда мы говорим о реформировании партии, а это необходимо, Яблоко должно развиваться, становиться более современной, эффективной партией с широкими общественными связями. Мы должны всем конкурентным преимуществам нашей партии найти место, чтобы они все сохранились. Явлинский это большое достояние Яблока, но к Явлинскому нужно добавлять людей, людей младших поколений, людей совсем младших поколений, которые бы показали, что Яблоко многолико. Поэтому ситуация с выходом-невыходом на федеральный уровень, вот не выиграла партия выборов в 2016 году в Госдуму, не выиграла, мы не стали фракцией в Госдуме. Если бы стали, то сейчас появилась другая возможность введения дискуссии в масштабах страны. Впереди через два года, уже через два года, выборы в Государственную Думу 2021 года, мы готовимся к ним уже сейчас. Нам нужно учесть ошибки, нам нужно усиливаться, нам нужно консолидировать общество вокруг себя. Это важная политическая работа. Для этого никого не нужно выбрасывать. Для этого нужно всех поддерживать и нужно всем находить свое место, свою роль в политической работе. Тогда будет успех. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. 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 Меня зовут Алексей. Да, Алексей. У меня вопрос к гостю. Да. Пожалуйста. Вопрос, считает ли он, что в Латвии демократическое государство? Считает он так или нет? Да. Если да, то как он относится к законопроекту о сносе памятника воинам-освободителям? Это вопрос номер раз. И вопрос номер два. Это, пожалуй, вопрос, как же так получается, что, к примеру, русскоязычная партия набирает приблизительно 30% каждый раз, а в парламенте русскоязычной партии, представителей русскоязычной партии как не было, так и нет. Они есть в парламенте. Я поясню несколько нюансов. Это важно для нашего гостя, потому что я не знаю, насколько вы сильно вовлечены в латвийскую повестку, но мне кажется, это нужно объяснить. 10 тысяч подписей было собрано за снос памятника освободителям в Риге. Эта инициатива была передана в Сейм. Сейм в нулевом чтении поддержал передачу этого законопроекта. Это инициатива на рассмотрение комиссии. Решение о сносе еще не принято. МИД Латвии высказался, что памятник защищен международными договорами и, соответственно, снесен не будет. Это первый момент. Что касается русской партии, речь, видимо, идет о партии Согласия, которую поддерживает преимущественно русскоязычная население. Партия получает самое большое представительство в парламенте, но никогда не попадает в правительство. Ну, вот такая история. Далее вот уже можно комментировать. Владимир, большое спасибо. Я должен сказать, что я имею некоторое представление о латвийской политической жизни, но вообще должен сказать, что Латвия для меня совершенно не чужое место. Я не часто об этом говорил, но корни нашей семьи, в том числе в Даугавпилсе, если быть совсем точно, в Двинске. Там родился мой дед, там жил мой прадед, который был убит фашистами в 41-м году в Даугавпилсе и в музее Холокоста в Риге на стене памяти. Есть его имя, Лейба Вульф Беркалл. Это человек, который вот один с такой фамилией на этой огромной стене памяти, вот в этом замечательном музее, где я был и куда, наверное, буду еще приезжать. Вот, поэтому Латвия для меня это одна из веточек нашей семьи. И у целые фотографии из Даугавпилса от 30-х годов, где вот мой прадед сфотографированы, они хранятся в нашем семейном архиве. Перед войной мой дед Евсей Львович Беркалл просил своего отца, моего прадеда, приехать в Псков, чтобы быть вместе. Запах войны стоял, но Лейба Вульф сказал, я не верю, что Красная Армия сдаст Ригу и никуда не уехал. Это стоило ему жизни. Если возвращаться к латвийской политике. Безусловно, Латвия является демократической страной. В Латвии не устоявшаяся политическая система и не устоявшееся избирательное законодательство. Есть прямой и очевидный конфликт между национальным составом латвийского общества и представленностью тех или иных структур в органах исполнительной власти. Латвия – парламентская республика. Соответственно, да, высокий уровень поддержки политической партии должен был бы конвертироваться в работу в органах исполнительной власти в правительстве, но не конвертируется, потому что есть некие страхи, что партия «Согласие» будет инструментом российского влияния на латвийскую политику. Мне кажется, здесь нужно, на мой взгляд, я не эксперт по латвийской политике. Я считаю, что это в первую очередь дело жители Латвии в широком смысле и граждан, и не граждан обсуждать эту политическую реформу. Мне кажется, в моем представлении Латвия зависла между постсоветской реформой и новой моделью Латвии. Все помнят, я думаю, что все интересующиеся политикой помнят 91-й год, вариант, по которому, допустим, пошла Литва, нулевой вариант, когда все жители Литвы на момент обретения государственной независимости получили статус граждан, вариант, по которому пошла Эстония, когда на выборах в органах местного самоуправления и не гражданам в том числе представляется право голоса, чтобы общины были представлены. И самый жесткий вариант был избран в Латвии. Насколько я понимаю, значительная часть политической элиты опасалась существенного представительства, скажем так, не столько русскоговорящих, сколько русскодумающих политических структур во власти. Это конфликт, он не разрешен. Я часто бываю в Латвии, я очень сочувствую тому, что происходит. Мне кажется, опять-таки, это мнение не только не гражданина Латвии, но чужого для Латвии внешнего человека. Нужен серьезный круглый стол всех общественных, даже не политических, общественных сил страны. Нужно определяться, какое государство хочет построить латвийское общество. То есть, видят ли они в людях угрозу по факту их национальной принадлежности, либо принадлежность к латвийскому государству определяет право человека влиять на его государственное устройство. К сожалению, большое отрицательное влияние на латвийскую политическую и общественную жизнь оказал не самый добросовестный русский бизнес. Это было связано и с банковской сферой, и с некоторыми другими сферами экономики. Российские криминальные деньги действительно влияли на латвийскую политическую и экономическую ситуацию. Есть много зависимостей. Мне кажется, спустя вот уже практически 30 лет после начала постсоветских реформ, Латвии было бы очень полезно подвести итоги постсоветской эпохи, понять, что получилось, что не получилось, честно признаться в том, что не получилось, и пытаться прийти к пониманию гражданского мира. Сейчас страна разломана, очень много политических конфликтов, в том числе и провокаций, идет война медиа. Я могу читать то, что пишется на русском языке, я вижу, насколько ситуация напряжена, и разрешение этой ситуации, как мне представляется, через насилие, в том числе политическое насилие, в первую очередь, невозможно. Нужен круглый стол всех политических сил и принятие консенсусного решения, как развивать страну. Отсутствие такого консенсуса больно бьет по всем. Отдельно скажу по воинским могилам. Воинские могилы неприкосновенны, чьи бы могилы это ни были, это памятники истории и культуры, они защищены международным правом. Любые, любые инициативы о сносе памятников, особенно, особенно надгробных памятников, памятников, находящихся в местах захоронения, это кощунство, этого нельзя допускать. Да, есть очень острая дискуссия о том, кто во время Второй мировой войны на территории Латвии был наш и не наш. Вы знаете, история Второй мировой войны чудовищна. Для тех, кто увлечен обаянием немецких гостей в Латвии, я всех посылаю в музей Холокоста в Риге, посмотрите. Посмотрите на дела этих гостей, если вам покажется, что вы хотите это повторить. Ну, скажите честно, что вы хотите повторить Холокост. Холокост в Латвии. Ей не нужно притворяться, что вы хотите что-то другое. Поэтому здесь это действие, безусловно, против культуры. Такого рода инициативы разрушают Латвию. И в культурном, и в общественном плане они абсолютно вредны. Ответственность политиков заключается в том, чтобы кем бы они ни были, какие бы партии они ни представляли, пресекать эти инициативы как государственную провокацию, как просто покушение на устойчивость латвийского государства. Вот так я это расцениваю. Еще звонок. Да. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Господин Шлозберг, вот вы говорите, что оказал в влиянии русский бизнес. Может быть, все-таки не русский? Из семи олигархов только один был русский. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы вот, так сказать, очень рьяно критикуете власть. Я, кстати, ее тоже критикую. Только я слева, а вы справа. А что же вы молчали, когда бомбили Югославию и Ирак? Спасибо. Уважаемый Александр, спасибо за ваш эмоциональный вопрос. Начну с конца. Партия Яблоко выступила категорически против бомбежек Югославии. Об этом известно всем, кто изучает современную российскую политику. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны с заявлениями об исторических фактах, которые совершенно другие. Было совсем не то, о чем вы говорите. Так что не нужно тиражировать мифы. А что касается истории латвийских олигархов, честно вам признаюсь, я не знаю их 7 или, может быть, 17. Кто из них русский, кто из них еще откуда-то, мне неизвестно. Дело в том, что олигархи, строго говоря, не имеют этнического происхождения, поскольку деньги универсальны. Через кого, через какие шлюзы проходят деньги – это отдельная бизнес-история. Насколько вы сказали, я услышал вас, что я критикую справа, я не увидел никаких правых идей в моем высказывании и позиции. Вы сказали о себе, что вы критикуете слева. Хочу вам сказать, что критика слева – это критика в пользу социальной справедливости. То есть, если вы выступаете за социальную справедливость, вы должны выступать за согласие в отношении максимальных частей общества. Социальная справедливость не может быть сегментирована по каким-то аудиториям. Если вы готовы продолжить дискуссию, у меня есть страница в Фейсбуке. Вот сейчас мы ведем, я понимаю, что идет трансляция в Фейсбуке. Радио Болтком есть точно так же страница Лев Шлозберг. Это моя личная страница. Вы можете написать мне личное сообщение. Я отвечаю, может быть, не всегда сразу, но в течение суток я стараюсь отвечать на все сообщения. И мы с вами продолжим дискуссию, которая вас волнует. Но еще раз хочу сказать, очень опасно в стране, находящейся в постреформанном состоянии, а вот затянулись реформы в Латвии, ну затянулись. Нельзя 30 лет реформировать в страну. Ни по каким государственным канонам этого делать нельзя. Это мучительно для людей. И нужно принимать решение, какую Латвию вы хотите построить. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть желание пообщаться, пишите мне. Кроме того, там раз в год, ну обычно, раз в год чаще не получается. Мы с женой бываем в Риге. Если уж совсем так важно, то можно даже встретиться где-нибудь в парке в центре Риги. У нас очень много звонков, все линии перегружены. Ну попробуем принять по возможности. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Базовый вопрос. Ваш гость забронил такую формулировку, что безусловно, Латвия является демократическим государством. Демократия, как мы знаем, и он знает, это власть народа. Латвия ситуация следующая. Да, Константин, задавайте вопрос. Очень мало времени и очень много желающих высказать. Да. Ну, короче, если привести все цифры, посчитать вниз, то только 15% населения Латвии формирует правящую верхушку страны, которая не меняется уже больше 20 лет. Можно ли считать это диктатурой со 70-х? Да. Уважаемый Константин, я благодарю вас за вопрос. Просто чувствуется общественная атмосфера Латвии. Это еще один аргумент в пользу круглого стола всех политических сил. Еще раз это повторю. Это моя оценка, это мой взгляд со стороны. Политики Латвии должны принять это ответственное решение сами об этом круглом столе. Диктатура – это когда отсутствуют электоральные процедуры вообще. То есть, называя любую власть диктатурой, вы должны понимать, диктатура исключает выборы. Выборы в Латвии есть. Их результаты не устраивают значительную часть общества. Это означает то, что правящая элита в интересах развития страны, в интересах своей собственной безопасности и будущего дня должна думать о диалоге с несогласной частью общества. Я политик либерального типа. Я поддерживаю все усилия по внутринациональному диалогу в любой стране, в том числе в Латвии. Еще звонок у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, конкретный вопрос. Смотрите, как вы относитесь к тому, что в Латвии даже за мои деньги, моих детей нельзя учить на том языке, которому я хочу. То есть, на американском языке можно, на русском нельзя. Ленточку красную, оранжево-черную носить нельзя. Эту можно. Это не если диктатура прямая. Я за свои деньги хочу учить человека, своего маленького ребеночка учить на моем родном языке. И мне официально запрещают это делать. Да, спасибо. Владимир, спасибо за ваш вопрос. Я очень чувствителен к теме образования. Могу сказать, что я считаю, что каждый гражданин должен иметь возможность учить детей на том языке, на котором он хочет учить. Но при этом у государства, у каждого государства есть право определять государственный язык, то есть тот язык, на котором общается власть, на котором выстроены государственные отношения. То есть здесь есть конфликт интересов культурного сообщества. И безусловно, безусловно, я, допустим, горжусь тем, что в Печорах есть одна эстонская школа. Мне очень жалко, что в Пскове нет школ с латышским языком. Я считаю, что любое национальное сообщество должно иметь свое общее, во всяком случае, образование. То есть получение школьного образования на этом языке возможно. Но это не отменяет высшего образования на государственном языке и не отменяет работы государственной системы на государственном, в данном случае, латвийском языке. Но отсутствие школьного образования на русском языке – это, безусловно, удар по той части общества, для которой русский язык является родным языком. Я надеюсь, что устойчивая, политически устойчивая власть в Латвии не будет строить препон в школьном образовании на русском языке. Это удар по стране. Этого делать нельзя. Поскольку времени у нас очень мало, я хотела бы вас спросить. В 2016 году вы сказали, что готовы, если будет нужно, заменить нынешнего президента России Владимира Путина. Это была шутка? Или какие действия у вас на посту президента? Знаете, это был ответ на широкую общественную дискуссию на фоне выборов в Государственную Думу обострилась дискуссией о том, кто должен участвовать в президентских выборах. Россия истосковалась по конкурентным выборам, конкурентной политической системе. В одной из передач на канале Дождь прозвучала идея о том, что я мог бы быть одним из кандидатов в президенты. Я ответил, что я предметно не готовлюсь к этой должности, не готовлю президентскую избирательную кампанию, но я понимаю, что Путина нужно менять, и если так сложится, что его нужно будет заменить мне, то я готов. Это была шутка, в которой была доля шутки, потому что любой политик должен быть готов к большой миссии, если она выпадет ему в жизни. Никто из нас не знает, какая она может выпасть в миссию, мы должны быть к ней готовы всегда. То есть будущее России это президентская Россия? Будущее России это масштабная государственная реформа с усилением представительских институтов на уровне местного самоуправления, на уровне государственной власти. У нас абсолютный примат президентской власти, которая даже сильнее, чем собственная исполнительная власть. Но, наверное, это тема отдельного разговора. Я могу сказать, что представители латвийской оппозиции, в том числе даже не политической, а общественной оппозиции, когда они знакомятся с тем, как организованы выборы в России, приходят в изумление. Вот ваша партия Согласия получает 30% голосов, она получает честно свои 30% голосов. В условиях путинской России вы получили бы 3% голосов, и вам бы сказали, что остальных 27% просто не было. Вот просто не было. Это вам показалось, что у вас есть поддержка 30% населения. Каждый процент, который получает российская оппозиция на выборы, дается очень тяжело, буквально кровью. Поэтому не спешите ориентироваться на российскую государственную модель. Нам еще очень много предстоит работы, чтобы нашу страну можно было назвать демократической страной. Латвия очень медленно, но я надеюсь, я надеюсь, движется в сторону широкой представительской демократии. От мудрости политиков зависит время, когда Латвия к этой модели придет. Слушать и слышать нужно всех. Это очень важно. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Спасибо вам. Всего доброго. Анна Владимировна, большое спасибо. Мне очень приятно с вами общаться. Очень интересно. Спасибо всем, кто нам звонил. Большое спасибо. Диалог – это очень важно. Спасибо. Абонент доступен. Это точно. Всего доброго.